хотим попробовать дойти сейчас до какого-нибудь форта ничего себе мы как будто действительно по такому ходим подходим к такому интересному строению вы представляете здесь можно готовить кушать всем привет сейчас мы направляемся в заказник западный котлин и по дороге остановились на берегу финского залива это как раз таки дорога которая идет в сторону кронштадта вышли заливу посмотрите как красиво он весь застыл и очень много рыбаков здесь такая стоянка люди ставят машину и идут рыбачить тут же находятся и так уж и далеко форты на которые летом возят катера на экскурсии и если и в принципе я думаю даже можно до некоторых из них дойти хотим попробовать дойти сейчас до какого-нибудь форта очень хочу увидеть как он выглядит снаружи потому что здесь я еще ни разу не была и вот оказалось зимой когда холодно но тем не менее интересно всегда бывать в новых местах тепло главное одеваться побольше движения и тогда не так будешь мерзнуть здравствуйте а скажите какая рыбка ловится но корешка а какая еще рыба ловится интересно вот так вот плотва корешка значит интересно спасибо мужчина сказал что те кто сидят в палатках они ловят плотву вот наверняка среди моих зрителей есть те кто любит зимнюю рыбалку или в частности даже прямо здесь где-то рыбачит в ленобласти напишите какая еще рыба водится на финском заливе на какую рыбалку можно сходить то есть что можно еще поймать очень интересно будет узнать я жду вас в комментариях я жду вас в комментариях к самому форту ну так написано на картах посмотрите какой он большой к самому форту оказалось непросто подойти потому что лед более тонкий мы сейчас идем ищем дорогу чтобы нам просто-напросто не провалиться возможно что здесь какое-то течение идет потому что рядом со стенами этого форта там очень тоненький лед и вода прям выступает интересно что там внутри в принципе можно посмотреть даже подойдя к окнам в принципе можно посмотреть даже подойдя к окнам вот я и внутри форта вот я и внутри форта здесь наши фотографии фотографии исторические манекен дядька который меня испугал картина и вазовского манекен дядька который меня испугал карты кронштадта ядра пушки настоящий музей а вот он по моему это и есть он форт граф милютин похоже на него а вот он по моему это и есть он форт граф милютин очень похоже наверху как раз такая вот штука это он да это он это он и это он и это он и 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 лестницу. Сейчас наверх поднимемся. Высокая лестница-то. Посмотрим сейчас, что там наверху будет. Ага, орудия. И тоже огневые точки. Пушки тут. Да, батарея номер 3, граф Милютин. Ну что ж, наверху. Неплохо. Заходим в ДОТ. О, высокий ДОТ. Лестницы, правда, сгнившие. Ну вот, где велся обстрел. Высокий, конечно, да. Похоже, что ДОТ идет по кругу. Здесь еще всякие ремонтные штучки. Ну да, и вышли соседи в выходе. Ничего себе. Коридор такой длинный. Ничего не видно, непонятно. Это, скорее всего, пол ремонтирует. Какие-то рельсы. Рельсы, точно. Рельсы. Убираются в стены. Интересно. Ага. И в ту сторону смотреть. Ничего себе. Мы как-будто действительно по катакомбам ходим. Посмотрим на сегодня в этом форте последний ДОТ. Этот уже не такой высокий. Ага. Совсем небольшой. Здесь очень много земли. Посмотри вниз. Что там? Выключил камеру. Что там, говно, что ли? Да, там бумажки какашкой потертые. Ну там люди, скорее всего, рыбаки. В общем, обычный ДОТ. Невысокий. И засыпан землей. Вернулись уже в машину. И когда шли обратно, я не знаю почему, но мы начали проваливаться под лед, грубо говоря. Мы делали шаг, и там проступала вода. Было очень, конечно, страшно. В ту сторону шли. Ничего подобного не было. Почему так произошло, я не знаю. Впереди у нас тоннель, который идет под заливом финским. Вы представляете? То есть мы будем сейчас ехать, а над нами будет вода, будет море. Добрались мы до западного Отлина. Это государственный природный заказник. Находится он недалеко от Кронштадта. Видите, финский залив с обоих сторон. Здесь можно увидеть форт Шанец и форт Рив. Но сейчас в форт Рив мы не сможем попасть. Он работает по каким-то определенным дням. И очень долгое время он был на реконструкции. Я смотрю, что здесь вот такая охраняемая территория. Что-то типа военной. И именно на ней находится форт Шанец. Здесь наверняка тоже есть рыбаки. Сейчас как раз двое мужчин проехали на таком как снегоходе. Я думаю, вот этот как раз таки форт. И выход к Финскому заливу. Снова выходим, получается, на лед. Мы поняли, что ушли немножко не в ту степь. Нам, значит, нужно идти вот туда вот прямо. Это все форт. Такая вот арочка. Проехать нельзя, но пешком пройти можно. Ну и начинается территория заказника. Мы дошли до места, где есть прям цивилизованные дорожки. Здесь информационное табло, где даже рассказывается история, какие события здесь происходили. Получается прямо эта дорога на форт Риф. Но, как я сказала ранее, он сейчас не работает. Вот зелененьким это как раз таки обозначен весь экологический маршрут. Решили в итоге пойти направо. Посмотрим, куда нас выведет эта дорожка. Я думаю, к Финскому заливу. Снежок так падает. Солнышко, правда, уже скрылось за тучками. Но, тем не менее, в лесу все равно очень красиво. На этом острове вы не увидите хвойных деревьев. Здесь, насколько я помню, ольховые рощи. То есть сейчас, конечно, они стоят голенькие. Вот здесь, смотрите, как раз таки рассказано, какая здесь в этом заказнике местность. И растут здесь осины и ольха. Хрустит снежок приятно. Экологическая тропа совсем небольшая. Здесь, по территории заказника, есть также свои пляжики. Куда летом люди приезжают, чтобы отдыхать. Думаю, что здесь очень красиво летом. Ну да, вот и вид на Финский залив. Тут тоже рассказывается, что здесь водится и лебедь, и свесь, и лысуха, и чомга, и американская норка. А из растительности кувшинки. Ну, я думаю, это и есть пляжик. Правда, сейчас все в снегу и совсем непонятно, но красиво. А теперь отворачиваем на дорожку слева. Она более длинная, чем та, которая уходила вправо. Слева находится как раз таки форт. Точнее, его часть. Согласитесь, очень забавный такой звук. Снег хрустит. Свеженький, потому что выпал зимняя сказка. Да, нам интересно. Животный мир леса. Кто здесь водится? И дрозды, и соловьи, и зарянки, и дятлы, и дрозды, и лисицы даже, посмотрите. И ласки. Вот такая вот здесь богатая фауна. Я думаю, что в таком лесу, где гуляют не так много людей, вполне себе можно увидеть каких-нибудь птичек, животных и даже сделать фотографии. Потому что все-таки здесь очень спокойно в сравнении с той же Лендуловской рощей, в которой мы были не так давно. Здесь мы пока встретили буквально парочку человек. Троп здесь очень много разных. Но мы пока идем по центральным, по централизованным дорожкам. Эта дорожка тоже нас выводит, как я уже вижу, к Финскому заливу. Вот казалось бы, это ведь тоже море, да? Но здесь вот северная красота. И с этой стороны нет ветра. Он не такой сильный, как на той стороне. Смотрите, дошли до такой вот полянки, где столики, лавки. И посередине печка. Вы представляете, здесь можно готовить кушать. Вот такая вот облагороженная зона для отдыха в этом заказнике. Еще беседочка какая-то, но уже крытая. А вот пляж. Кабинки для переодевания вижу. Рельеф острова. Посмотрите, подходим к такому интересному строению. Вот как вы думаете, что же это такое? Ну, наверху находится смотровая площадочка. А это у нас информационный центр заказника. Сейчас туда и поднимемся. Достаточно крутой такой подъем. Здесь, видимо, летом какие-то игры проводятся. Потому что досочка. Думаю, здесь стоят лавочки. Что-то типа того. Маяк, говоришь, виден? Мне кажется, да, он там впереди в дальнейшем. Могу ошибаться. Вот это здорово. Птицы все, которые здесь водятся. Вся необходимая информация про Финский залив. Про температуру воды. Про соленость вод. Вот он. Вот он, маяк. Здесь интересно написано. Толбухин маяк. Один из старейших действующих маяков в Балтийском море. И самый старый в России. Построен в 1719 году. Вот все-таки этот форт. Александр Шанец. Написано, как здесь все обустроено. Смотрите, здесь даже есть икона. И крест. Видимо, здесь какая-то была или есть часовинка. По размерам форт действительно очень большой. И если у вас есть желание походить по этим катакомбам, я думаю, вам это обязательно понравится. Потому что если бы у нас был бы с собой хороший фонарик, я бы, знаете, с большим любопытством походила бы по всем этим коридорчикам. Потому что, ну вы посмотрите размер этого форта. Это что-то. Вы представляете, сколько здесь всяких комнат, закоулков. Очень интересное атмосферное место. Я советую всем сюда приехать, у кого есть такая возможность. И завершение такого вот насыщенного и интересного путешествия мы поехали в город Кронштадт, чтобы там посидеть в ресторанчике. И выбрали вот этот вот. Голландская кухня называется. Ну и заказали там себе блюда, чтобы согреться и отдохнуть. И так далее. Внутри. Уважаем. Уважаем. Внутри. Уважаем. Уважаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...